В Северодвинске идет строительство новой дороги. Она соединит два главных проспекта города – Морской и Победы, а также позволит разгрузить транспортный поток на крупных магистралях. Работы начались три года назад, и северодвинцы с нетерпением ждут завершения строительства. Все подробности у Владлены Романовой. Три года назад к этим домам не могли подъехать ни экстренные службы, ни коммунальная техника. А сейчас здесь активно строится новая трасса. В 2016 году проложили дорогу на проспекте Победы, через год выполнили реконструкцию первой части Морского проспекта. Теперь необходимо закончить вторую часть и построить круговую развязку. На эти работы в местном бюджете запланировано 55 миллионов рублей. Проект рассчитан на два года, со строительством двух полос справятся к концу сентября. Развязку обещают сделать через год. Квартала у нас растут новые, соответственно, требуется новая логистика в городе. И, конечно, эта дорога, мы ее давно ждем, тем более, что мы так поступательно к мосту приближаемся, который соединит окраинную часть города с выходом на Солзинское шоссе. Это определенная серьезная разгрузка для городских магистралей. Естественно, срез местного бюджета недостаточно для реализации крупномасштабного проекта за один год, поэтому приходится разбивать на этапы. Как вы помните, мы сначала реализовали полосу по проспекту Победы. В прошлом году мы завершили работы по строительству полосы по проспекту Морскому. И в текущем году выполним работы по устройству второй полосы по проспекту Морскому. Продлить морской проспект до Солзинского шоссе планируют к 2021 году. Новая дорога позволит разгрузить нынешний Кудемский мост, который сейчас требует ремонта. Основной транспортный поток пойдет по новому мосту. В финансовом плане мы планируем разговаривать с губернатором Архангельской области, но это уже будет связано с продолжением дороги на Онегу, со строительством мостов и так далее. Вот то, что сегодня происходит, строится за счет средств городского бюджета города Северодвинска. И я очень благодарен администрации города, что они поддержали наше обращение, поддержали обращение наших жителей, которые здесь живут. 20 лет это никто не мог вопрос сдвинуть с места, поэтому сейчас, конечно, отклик от жителей огромный. Благодарность за то, что все-таки и муниципальная власть, и область пошли навстречу, и этот процесс здесь начался. Я думаю, что благодаря тем планам, которые есть еще на будущее, с выходом на Солзу, на Онегу к 2021 году, здесь, конечно, преобразится полностью этот кусок дороги. Глава Северодвинска отметил, это стало возможным после создания агломерации Большой Архангельск. Теперь город имеет четкие перспективы финансирования, дорожного ремонта и строительства не только из городского бюджета.